Куда ты собралась, сова? Ёль, куда? Стартанула. Что там такое? Я занимаюсь авиационной орнитологией, соколиной охотой, работаю в аэропорту Демодедово по защите самолетов от диких птиц с ловчим ястребом, то есть я дрессирую хищных птиц для того, чтобы они ловили диких птиц. Вот, также я занимаюсь лечением хищных птиц, то есть, ну, лечим мы у ветеринаров, но я их выхаживаю по рекомендации ветеринаров, то есть мы волонтеры, занимаемся выхаживанием и возвращением диких птиц в природу. А также я занимаюсь совами, у меня дома живет пять сов, вот одна из них. И сейчас мы будем разговаривать в основном о совах. И поскольку это будет не совсем лекция, а такое интерактивное занятие, я буду общаться активно со всеми вами, задавать вопросы, вы будете отвечать и тоже задавать вопросы, а я буду на них отвечать. А начнем, пожалуй, вот с этого. Как вы думаете, кто это? Это Филин. Филин. А кто Филин? Это сова. Это разновидность совы. Да, правильно, Филин, это разновидность совы. У нас в России обитает около 19 видов сов. Сколько вы знаете, давайте будем считать. Белая сова. Ушастая сова. Белая сова, она же полярная сова. Серая неясыть. Длинохвостая неясыть. Болотная сова. Бородатая неясыть. воробьиный домовый сыч елка это филин обыкновенный иглоногая, правильно, уже 10 так, еще кого забыли? сплюшка рыбный филин, самая редкая сова в мире она обитает только у нас в России немножечко в Японии все правильно и самая большая сова в мире после нее наши филины большие так, еще кто? полотных сычей не бывает серый неясыть, правильно ястребиная сова сипуха, правильно кто сказал ястребиная сова? все правильно, ястребиная сова еще, да говорили уже по полярно так ну ладно, дальше сложно дальше ошейниковая совка а буланная совка причем буланных совок у нас уже исключили из видов они считаются экзотикой хотя они залетают к нам на границу они появляются и уссурийская совка вот, восемнадцатая, по-моему воробьиного сычка сказали возможно, кого-то еще забудет я уже не помню вот вот это все вот эти все названия это названия видов сов все они совы у меня самый популярный вопрос который мне задают когда видят елку говорят, это филин или сова это примерно как спросить это там собака или овчарка ну, правда овчарка это порода да, значит будем как это рыба или селедка то есть вот и большинство людей у нас не знают это так же, как там ворон, муж, вороны да, хотя это два разных вида птиц и ворон и самка может быть и самец, как и ворона и самка, и самец вот филин, он тоже есть и самка, и самец вот это вот самка филина, елка она выведена в питомнике в третьем поколении уже то есть это генерация F3 и как бы она уже не считается диким животным поскольку, ну, по международным нормам то есть по нормам СТС и прочим это считается уже домашнее животное вывезенное неволей и которое, в общем-то, не является изъятым там из природы и все во всех остальных случаях дикие совы из природы запрещено диких сов изымать то есть если вы, например, находите там какую-то сову, да, совенка вы не имеете права его брать все, что продается в интернете и совы, это незаконно это, по-моему, браконьеры то есть те, когда продают сову ну, питомники не продают через интернет потому что, как бы, поголовье небольшое все знают, он ставит очереди и им нет ни вывода и к сове прилагаются документы где подписывается договор кухни-продажи со всеми данными паспортными и данными питомниками и выдаются документы из племенной книги то есть сова помечается несъемным кольцом либо чипом и эти данные вписываются в выписку из племенной книги также дается выписка на родителей и эти документы необходимы, чтобы завести сову если вам при продаже или предложении и советы не предлагают значит вас обманывают вот, это к тому, что к тем, кто хочет завести сову это один из таких вопросов по поводу биологии сов где обитают филины? ну, где филины? нет, я имею ввиду по территории вообще по географии да и в холодных в том числе они обитают с Дальнего Востока до самого западного по бережью до Германии, Британии и сочи вот, евроазиатский филин очень широко распространенный вид сов и он очень хорошо приспосабливается ко всем условиям кроме отсутствия кормовой базы например, мы не видим у нас филинов потому что им, во-первых, не на что охотиться а во-вторых, как кто-нибудь еще знает почему их мало и они около людей не сеются потому что их убили? да потому что на первом неделе не, ну, браконьерство это отдельный вопрос да, все, все... ну, там очень опасно для них там их расстрелились, кем там их расстреляют шумно для... да, хотим сказать свет, шум ну, если бы свет и шум совы боялись мы бы вообще птицы боялись мы бы в аэропорту не работали поехать в пугивание нет, филины одни из немногих сов которые гнездятся на земле и птенцов филина может съесть собака может там затоптать люди да, в основном, конечно, главная опасность это собаки потому что птенчики сидят в ямке то есть, где-нибудь с корнями дерева их очень легко найти и повредить им поэтому филины предпочитают селиться там, где людей минимум и плюс, где они могут найти кремовую базу а чем филины питаются в природе? и чем филины? мышами мышами так, еще? мелкими животными птичек они как раз не ловят филин может ловить мелкими животными? зайцеобразными ну, грызуны да я почему-то читаю, что за мелкими по-моему, что болотна сам не с тобой читали ну, кабанятки, да, вполне подходят к размеру то есть, у филина очень шире возможно, какие-то кошки, собаки тоже иногда кошки, собаки, щенки, зайчата да лисята вообще, филин может поймать и съесть что угодно начиная от размера лягушки и заканчивая зайцем они очень любят кого еще? молчат они еще могут например здесь грызунов мы упоминали да, то есть, любых грызунов в принципе кроме, наверное, капибар конечно, но у нас они не водятся нет, мы детеныша они могут поймать любого еще любимое блюдо филинов кто-нибудь знает? да цыплята цыплята это все не червяки нет, хорошо ежики ежики это одно из основных блюд филина филин очень длинные когти он его просто берет, разворачивает вот так и выедает изнутри, оставляя просто вывернутую шкурку вкуснее вкуснее да то есть, длина когтей филина его жесткий слаб позволяет ему охотиться на ежиков и их есть ну, иногда филины едят друг друга то есть, проходили кости филинов в гнездах филинов и они могут съесть ослабленную какую-нибудь особь или погибшую они могут подобрать что-то это да это друзья и зимой филины например, когда филин поймает зайца или какого-то крупного млекопитающего он его поднять в принципе не может то есть, может какое-то расстояние протащить но унести и где-то с ним летать естественно, это будет тяжело поэтому филин зимой просто при ловле крупной добычи он на ней сидит и несколько дней он будет сидеть и есть пока все не съест и греть своим телом, чтобы она не замерзла на морозе я думаю, что я даже с гнездом эти животные так, давайте про гнезда поговорим а где филины живут? в гнездах во всем всем они тут по гнездике? нет, я уже говорила, что они не взятся они не взятся на земле в ямку все совы используют гнезда вообще один раз в сезон для того, чтобы вывести птенцов они в них не живут гнезда используются именно для выведения птенцов в весенний период и еще некоторые совы в дуплах делают запасы себе зимой кто-нибудь знает, кто это? кто так любит делать? сороки мы же про сов говорим а, белки да? кто? белки мы говорим про сов совы запасы делают я уже так, никто не знает хорошо плюшки вообще мы про них потом еще поговорим нет, они не делают у нас запасы на зиму а запасы на зиму делают воробьиные сычики то есть воробьиные сычики вообще они остаются у нас на зиму это самая маленькая сова Европы меньше них вообще есть только сычик эльф который живет в Южной Америке то есть живет в кактусах занимает дупла в кактусах которые там делают местные дятлы и там живет вот а у нас в дуплах складывают мышей зимой в основном воробьиные сычики махноногие сычи иногда они могут какой-нибудь синичник там скворечник забить вот под завязку вот именно мышами вот так они просто там ловят, но не доедают и могут плюс еще воробьиные сычики любят на веточки вешать как саркопуты съедают голову у мыши голова это самая питательная потому что там мозг очень аварийный и остальное они вешают как бы про запас потом на это дело забивают потому что ловят другую мышь вот а теперь поговорим про сплюшек у нас в России есть в принципе два вида псов которые улетают на зиму это как раз сплюшки и это болотные совы они улетают в Африку но иногда болотная сова может остаться где-то у нас в южных частях там Краснодар либо Крым вот и остаться там на зиму не обязательно улетать вот а еще опять же кто-нибудь знает то есть совы сами гнезд не делают они занимают чужие гнезда особенно ушастые совы например любят гнезда сорок бородатые неясыки которые селятся на камлях обломанных деревьев то есть ствол сломался если там вот есть такая удобная площадка они могут там вывести птенцов либо занимают гнезда других хищных птиц там ястребов, конюков, каких-нибудь орлов вот сами совы не умеют делать гнезда в общем-то это одна из наших проблем почему сов мало например те же серые неясыки и длиннохвостые неясыки просто не могут найти хорошее дуплистое дерево чтобы в нем поселиться но они большие им нужно было большое дупло хотя бы вот с таким входом да и объемом чтобы там помещалась самка и птицы вот и у нас некоторые люди орнитологи занимаются строительством совиных домиков то есть это называется nest boxing по-английски то есть коробки гнезда строят домики удобные для сов из коробок из досок это как скворечники только совешники совешники вот развешивают сейчас в мае идет под нижним ногбергом такое мероприятие как совейные туры там ребята которые развесили эти ящики устраивают экскурсию как раз по этим ящикам и показывают сов то есть там и длиннохвосты неясыки серые неясыки и борода неясыки даже с клюшки можно всех их увидеть благодаря тому что развесили вот эти вот совиные домики они там селятся выводятся на сов это очень интересно и таким образом можно привлечь сов в принципе к себе на участок дачный достаточно просто вот недавно скидывал человек который да повесил ящик ну сделал вот домик по размерам в интернете посмотрел и мне скидывали фотографии что у него там поселились ушастые совы то есть уже там яйца лежат и все он за ними наблюдает то есть ему чуть не из окна видно это гнездо и он не знаю как он будет радоваться когда появятся птенцы потому что птенцы ушастых сов скрипят пол лета так как несмазанные качели каждую ночь и люди очень недовольны когда они селятся рядом да у нас похоже случай был только с друзьями у них там не участвовали не участвовали не помню где тоже было дупло в дереве они там камеры установили нам пересылали видео как там были птицы ну это здорово я думаю что это надо развивать потому что это действительно интересно и сейчас интересуется всеми птицам это полезно зато не мыши не проводят на участках не будут точно а почему он называют ушастыми ушастые совы ну видишь какие у них уши ушастая сова она как филин выглядит только вот такого вот размера то есть ушастая сова весит примерно 300 грамм филин весит 3 килограмма и у нее есть вот такие же уши как у филина поэтому кстати об ушах чем сова слышит ушами может быть нет у нее тут где-нибудь есть у совы вот эти вот пучки перьев это не ушки они просто условно названы ушами да на самом деле это скорее брови и это перьевые да правильно а у сов там где кончаются глаза вот здесь лицевой диск да да за лицевым диском находится щели причем эти щели очень объемные если раздвинуть перья можно через щель вот эту ушную увидеть заднее дно глаза и даже его потрогать особенно а сове не будет больно? нет не будет больно естественно не будет этому рада но ради ты куда собралась к заднюю что вот собралась и вот этот вот лицевой диск вокруг глаз вы видите вот тарелочка такая неполная да на кругу радатой днеясти тарелочка полная она работает как локатор она меня не насрала а кем утащить свою пищу? нет она не хотела утащить она просто ей не понравилось что сзади начали подходить люди поэтому птицы не любят когда к ним подходят сзади они думают что к ним подкрадывается хищник поэтому они естественно пытаются этого избежать да на сколько градусов у нее шея поворачивается? на 360 а в какой площади? в плоскости вот она сидит, тело не двигается а голова прям тело не двигается, да то есть считается что 270 270 только вы ведь не знаете в какой плоскости она 270 в 3 миле в плоскости горизонтальной у нее голова поворачивается на 360 градусов ну если она конечно вот так сейчас она не хочет поворачивать если она развернется назад и сделает круг опять назад она может ну получается практически полный круг она может да ну естественно если считать точку отсчета от силы она будет повернута да то есть она не повернет через но 270 градусов это вот в этой плоскости то есть так чаще всего делают птенчики когда они начинают вот так болтать головой и вот так вот выворачивают голову и могут смотреть практически с затылок внизу а нос наверх могут посмотреть на небо просто голову вернуть а кто знает зачем птенчики вот если вы видели вот так вот пляшут как будто танцуют в интернете много роликов просто для прикола да у них глаза не поворачиваются и они создают 3d модель да все правильно маленькие птенчики все естественно видят впервые какое-то любые объекты поэтому они строят картинку мира то есть они начинают двигать головой за счет того что у них глазные яблоки не двигаются они двигаются они потому что у них глазное яблоко то есть оно не яблоко это цилиндр оно прям вот прикреплено к черепу причем у них в глазу еще есть скелет костяной если посмотрите там череп правильно препарированный то за вот этой вот радужной оболочкой там внутри такого же примерно радиуса будет кольцо сделано из мелких косточек пластиночек вот поэтому когда рисует кто-то сову или вы где-то видите рисунок совы а если у него у совы зрачок не по центру то это нарисовано неправильно совы вы можете видеть зрачками не двигают они крутят головой и чтобы понять расстояние до объекта они головой делают вот такие движения особенно маленькие совятки потом они у них картинка запоминается и совы делают все реже и реже с возрастом и могут начать двигать головой только когда что-то совсем необычное увидят вот но пока она растет она вот о мире вот таким образом сканирует его и запоминает а его можно погладить? ты знаешь ты так кричала что я боюсь что не надо даже приходить к ней вообще не надо вот а а так мы говорили об ушах вот эти перьевые пушки и перьев кто знает для чего вообще это нужно он это за свинтерц эмм эм например если враг который будет подкрадываться сзади подумает оглушить противника то он укусит перо а нет а не само враг не будет глушить противника и подкрадываться ты что в ассинскрит переиграл? да так это одна из функций да когда поднимаются утки получается продолжение вот этого рисунка продольного и как бы маскировка под так еще извините может это вот как в Весе такая ориентировка как ну эх 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 Сова по желанию своим лицевым диском может себе закрыть вот эти щели уши и приглушить дух так, что ей будет он не мешать, не пугать и вообще никак ей не вредить. Еще такой эффект у сов бывает, как вот вы видели сова-трансформер в интернете, когда сова превращается в веточку и распушивается. Это делается опять же, чтобы спрятаться в хищниках. Когда сова уживается в веточку, становится тоненькой, она еще прикрывает глаза и становится таким образом незаметной и прячется. Но если сова видит кого-то не страшного, но ненужного ей на территории, она раскрывает крылья, распушается, увеличивает свой объем и таким образом пугает противника, чтобы он ушел. Например, елку можно распушить, если ей показать хаски. Она не любит собак хаски и на них вот так вот распушается. Чтобы она сделала из себя веточку, ей надо показать работающий экскаватор. Ее пугают вот эти вот как бы длинные руки, да, манипуляторы, вот это все. Она считает это опасным, поэтому она, да, она будет бояться. При других каких-то хищниках или животных я не видела, чтобы она так эту веточку складывалась. Вот, она не пугалась. Вот. Так, давайте вопросы какие-нибудь интересные. Да. Сейчас, мальчик. А почему елка, но все время там, где же не елка? Ну, это вот так. Елка. Они таким образом охлаждаются, как собаки. Птицы и те же собаки не потеют. То есть мы охлаждаемся за счет пота, да, выделения жидкости. Чуть-чуть. А собаки и птицы, открывая рот, испаряют лишнюю влагу и тем самым охлаждают свое тело. Какая температура тела у них? У меня ужасно. Какая температура тела? Да. Ну, 40 где-то градусов. Мне до 50. Нет. 42 градуса. Естественно, что ей жарко. Причем пилин он сделан как термос. То есть ей не холодно зимой. У нее отверение очень плотное. Там пух внизу. И ей опять же достаточно комфортно во время жары, когда она вот через лапы и через клюх охлаждается. А за счет этого она может выносить большие перепады температуры и спокойно сидеть на улице, там минус 30 и полгода не будет. Вот. Но она покрывается и не очень красиво. Вот. Да. Мы хотим сказать, что с собой, как она может поворачивать вот так, что у нее голову прямо сзади спины? Как можно еще раздумать? Это интересный механизм усов. У них артерия, которая питает кислородом мозг, то есть это кровь, она задублирована. Когда они поворачивают голову, пережимая вот эту артерию одну, то поток крови переходит через другую. Тем самым они могут спокойно вертеть и сидеть, повернув голову, потому что в любую сторону у них не будет перекрыт вот именно поток, кровопоток и обогащение кислородом мозг. У нас есть такая вот бублирующая система, она им очень помогает. И еще кое-что, это получается, если он питается, он в дуплах, когда к нему кто-то подходит, он улетает? Ну мы же говорили о том, что филины в дуплах не живут. А вообще те совы, которые живут в дуплах, они сидят, то есть они не живут в дуплах, они там высиживают и греют своих птенцов. Если кто-то подходит, есть совы, которые очень плотно сидят, например, те же мутноноги сучи, очень многих самок съедают на дуплах, в том, я скажу, в кунице. Они сидят до самого последнего момента и просто их ловят. Вот, и это, конечно, не очень хорошо. А какую часть ее объема составляют перья? То есть она сильно больше от перьев, кажется? Ну да, она сильно больше, например, ее череп заканчивается там, где границы глаз заканчиваются. Все остальное это перья. То есть вот этот вот треугольничек, который вы видите, да, который составляет вот глаза и клюв, это ее череп. А вот все остальное, что дальше, это перья. Ну или сейчас мы ее, конечно, побесим немножко. Да, смотри на меня. Да, да, да. Вот. Ура! Как? Это невозможно! Вы будете... Это так нынно, вот то, что я вот это вот трогаю у нее, вот эта дырочка, да, это ключица. Вот, вот то, что у нас вот это. Здесь у нее начинается шея. Шея у совы вот без перьев вот такая вот. Все остальное это перья. Ну и на самом деле ножки у нее... Да, вот здесь у совы. О! Углевая, ребята! Углевая, птичерок подуха. Вот это да! Ножки совы. Она просто сидела, например, если у нее... Приготовилась улетать, кажется, да. Она приготовилась улетать. А дырочки очень длинные. Вот это у нее крылья, хотя я понятна, почему у нее так много перьев. Размакрыли примерно метр семьдесят, точно я не видела. А если улетать будет? С метр семьдесят. Она сейчас улетать будет. Она там что-то заметила просто, и ей это не нравится, поэтому она хочет... Да. Да. Получай. Правда, что у сова уши не так порумельно, а как-то... Одно ухо выше, другое ниже. Одно ухо выше, другое ниже. Да. Все верно. А еще вопрос. Правда, что враги совы это вороны? Вороны очень любят сов, как и остальные птицы, и вороны действительно могут навредить совам. То есть, если они за месяц днем совой, я от нее не отстану. Могут и поклевать, и посадить на землю, и вырвать ей перья. И к нам попадает достаточно много сов, которых именно вороны потрепали. Но, опять же, это происходит с совами, у которых проблемы со здоровьем. Вот, а ночью, те же длиннословцы и неясыки, вполне хватаются для ворон, сидящих на ветках, в которых лопали на земноте, и в общем-то, в многих словах у отравивших нет птиц. Ну, а те же урабины и сочи, и неясыки, и поэтому птицы не любят совку и вообще всех хищников, потому что они опасны. А почему у него дверь-то вот эта, чтобы крокчать объехать? Я это тоже объяснялась. День, как про ветку, кто-то. Охлаждается она, правда, она пишет, повторяется, ладится, как собаки, видишь? О-о-о, афинская девушка, она опять рвется на саду. Куда? Можем попросить самокат? Да. Он уже уехал? Прикольно рисует. Спасибо. Прикольно рисует. Так, еще вопрос. Так, еще вопрос. По-разному, по-разному, это зависит от обмена веществ. Обмен веществ, например, у филина медленный, потому что он крупный. Чем крупнее птица, тем у нее замедленнее обмен веществ. За счет этого филин ест примерно одну небольшую крысу в день, либо одну перепелку, либо там 5-6 мышей. По сравнению, например, с ястребом, это практически столько же, сколько ест ястреб, где сам один килограмм. Филин весит 3 килограмма. Казалось бы, ему надо больше еды, но нет. Например, ястребиная сова ест в день при весе 300 грамм 2-3 мышцы. Это очень много. То есть домовый сыч ест одну мышь в день. И, в общем-то, все зависит от количества движений и от размера совы. Воробьиному сычку надо обязательно едить 2 раза в день. Обычно все хищные птицы едят 1 раз в день. То есть они едают большую порцию и потом просто сидят и не шевелятся. Там девочка с игрушкой хаски. А почему? Ведь филины и совы это же ночные птицы. Филины это совы, во-первых, и они не ночные птицы. Они же обычно активны ночью, тогда днем их убить невозможно. Что? Днем их убить невозможно. Вот я когда на отпуске был, только ночь увидела. Хорошо, а полярная сова за полярным кругом полгода, по-вашему, не охотится и не летает, когда там полярный день? Ну, это не исключение. Совы не ночные птицы, то есть они сумеречные. Они охотятся в основном в сумерки и ночью они тоже, также у них есть часы отдыха. А днем они не летают по практически одной причине, то есть нет, двум. Во-первых, потому что их находят и видят другие птицы, те же вороны, и не дают им охотиться и поднимают шум гам и начинают на них нападать. И во-вторых, днем их могут поймать и съесть дневные хищники, ястреба, например. Бурганьеры могут сплавить. Бурганьеры круглые сутки могут сплавить. Тоже немаловажное. Ночью выходит добыча сок. Грызуны, на которых они охотятся, даже летучие мутики, они ведутся тоже на всю деятельность. Крупные насекомые, которых ловят в птицы, вылетают с морщи. Майские жители там всякие, бражники, матерьки. Вот, и поэтому совам удобно. Они заняли ту нишу, которая им удобна в плане охоты. Сколько они живут? Конкретно по видам, если, то филин может жить около 40-50 лет. В природе до старости не доживает никто. Срок жизни того же сычика, какого-нибудь воробьиного года 2-3. Махноногого домового 4-5-6, если повезет. Все это очень условно, потому что много хищников, много болезней, много паразитов. Голод, холод, какой-нибудь там дом со стеклом, куда они врежутся или хочется. А в неволе они живут дольше? В неволе срок жизни сычика. Вот у меня сейчас махноногий сыч дома живет, а он живет уже 4-4 лет. Они живут в природе года 4. Вот, он уже смет на оба глаза. Есть ли виды сов, которые очень часто болеют? Да, есть такие виды сов. Особо болезненными считаются полярные совы. Это зависит не от их там слабого здоровья, а от смены среды обитания. За полярным кругом у них стерильная среда. Когда они попадают к нам и даже вот к птенце, да, у них начинается атака по бактериям. Там все у них патогенные флоры. У них нет иммунитета к нашей среде. Это как вот американских индейцев, да, там приезжают с какими, с какими простудой белый человек. Почекал, покашлял, выздоровел, а племя индейцев от этой болезни вымирает. Вот примерно то же самое с полярными совами. Плюс у них там все-таки полгода плавярный день. И когда они растят птенцов, там облучение солнечное. Туточно. То есть они постоянно на солнышке, они постоянно растут под солнышком. Если вы выращиваете тех же птенцов у нас, то... Ну что там в инкубаторе, в брудере, в помещении, если их окармить, там нет этого излучения. Даже если они будут сидеть на улице под солнышком весенним, им будет не хватать все равно. И это тоже очень сильно влияет в здоровье ослово. Воробьиные сычи, сычики, которые у нас водятся, тоже живут очень плохо. Это уже из-за быстрого обмена веществ. Во-первых, они в природе охотятся на птичек, на маленьких. Там свинечки, воробьи всякие, там снегири и прочее. Вот. А, естественно, в неволе они такой корм получать не могут. То есть их кормят, в лучшем случае, мышами. Другая жирность, другой состав, там, белка и прочего. То есть другие ферменты. И сычик от стресса заболевает. Поскольку обмен веществ быстрый, он может течение суток просто умереть. Стремительно развивается, вот, бактерии развиваются. И с помощью, там, что там, эти, там, 40 грамм вот он весит, да, 40-50 грамм. Это просто не успевает ему помочь. Вот, поэтому таких птиц в неволе стараются не держать. Полярных сов тоже держат, очень немногие. И плюс полярным совам очень жарко у нас опять. Они постоянно, вот, как ёлка вот сейчас, да, они даже зимой с открытым пивом у нас. Да? Да. А если заболеет раком, то что если она станет? Она умрёт. То есть большая голова. Любое животное умрёт, если заболеет раком. В том числе и люди. Да. Хотела спросить, а есть ли какие-то заповедники в России, в которых вот массовые какие-то программы по изучению сов? Какие-то из Красной книги, может быть, есть из Алины? Ну, заповедников как таковых именно для сов у нас нет. Вот под Нижним Новгородом идёт программа по развешиванию как раз гнездовь для сов. И проводится весной туда экскурсии к этим гнездовьям. Вот она сейчас идёт, это вы можете найти в интернете. Совиный тур. Там Алексей Левашкин, армитолог, который вот это всё организует. Вот, а также... Ну, только что... Да, только что... Нет, программа это по развешиванию гнездовь для сова. Совиный тур. Это тур по развешиванию гнездовьям, чтобы посмотреть гнездящий сов. Ещё вопросы задавайте. У сов большинства птиц очень слабые обоняния. Они практически не чуют запахи. Это только падальщики типа грифов хорошо чуют. А вообще у птиц, ну, они могут максимум там почувствовать запах дыма, чтобы быть предупреждённым о пожаре или сном. Вот. И так они практически не реагируют на жертвы. Да. А по поводу он больше интересен? Сыч, он же слепой. Как вам это ориентируется? Он никак сейчас не ориентируется. Он живёт в своей клетке, где знает, где жордочки расположены. Вот. И он просто знает расстояние, всё это помнит. И поэтому он там и не выходит отсюда. Я паразит. Да. А если сова заболеет кардицепсом? Чем? Кардицепсом. Прости, я не ветеринар. Я не знаю. Если сова чем-то заболеет, если её не лечить, она умрёт. Даже если это будут сопли. Орнитоз, туберкулёз, там такие. Даже маленькая ветрянка? Это будет не маленькая ветрянка. У слов, немножко другие болезни. Не как у людей. Ветрянка не заболеется. Но от человека она может заразиться, например, туберкулёзом. Либо синегнойной палочкой. У меня вот сейчас сова дома болеет одна. Очень серьёзно. И есть шансы, что она не выживет. Потому что надо подбирать антибиотики, которые подбираются очень долго. Обмен веществ у пиц очень быстрый. И 7 дней часто, которые антибиотики подбираются, не хватает на то, чтобы сова успела их дождаться. Обычно она умирает раньше. Вот. Да. А чем вы кормите вне боли? То есть это грызуны? Они берутся, купают. А как они, она не смотрит? Крысы, мыши, перепела и прочие всякие вот... Это в зоомагазине? В зоомагазине виварии разумские. Ну, перепела на пиццерме. У нас аэропорт выступает для пиццерме. Вот, например, привезли к хлебов. Но опять же, это не очень хороший корм, потому что всё, что у нас растёт на термах, оно растёт на антибиотиках. Оно растёт на пиццерме, то есть витамины там какие-то сие. Растят на изно, то есть в тюрьму там через месяц-полтора месяца-полтора месяца. Вот. Поэтому, ну, всё, конечно, только мыши, которые растятся специально. Если на салуте уйдёт хотя бы 1,3 радиация, то что с ним может произойти? Так вот. Она взорвётся. У птиц очень нехорошая устойчивость к радиации. Они... Их можно рентгенить гораздо больше раз, чем у человека. И они лучше её выносят. То есть, если у неё вырастет, например, четвёртый палец... У неё не вырастет четвёртый палец. И криптонит её не убьёт. Не переживай. А ещё вопросы есть? Соба лучше, чем супер. Погатки. Да. Соба лучше, чем супер. Погатки. Да. Ну, давайте. Ну, давайте. Плюс. Всё правильно. Не только шерсти косточки. Это, может быть, шруя рыбы, хитина, насекомых и другие неперевариваемые там, какие субстраты. Например, если ёлка наест с проломных мячиков, она потом проломна в виде подарка отрогнёт. То есть, не только сова, хищные птицы, большинство, вообще, всех птиц, кроме, наверное, всяких голубей, зерноядных, у кого вот есть, но могут откидывать погатку. Те же вороны, дрозды, то есть, любые насекомоядные птицы. Погатка – это такой комочек, который образуется в жиме из неперевариваемых частей. То есть, птица ест, ест, ест. У неё всё закупаивается. То, что не переварилось и не может превратиться в какашку, оно отрыгивается. То есть, в идеале погатка – это такой продолговатый комочек из всего вот этого. покрытый слизью прозрачной, чтобы она легче вышла. Вот, у здоровой птицы здоровая погатка запаха не имеет, потому что она полностью, как бы, из неё всё усвоено, всё, что может пахнуть. Вот. И скидывают птице это примерно раз в сутки. Но, на самом деле, зависит от скорости переваривания. Например, если утром там, ну даже не утром, вот я ёлку накормила в 11 вечера вчера, она ещё погатку не стыла. Эту погатку её можно нащупать вот там вот в кузике. Её там находится сейчас одна крыска, и я вот её ощущаю. То есть, скинет она её часа там в два, наверное, дня. Вообще, зависит от её настроения. Её может ухачать в машине, и она может ест, когда её заедет. Но сейчас она пока ещё переваривает. То есть, ест ёлка один раз в сутки. То есть, сразу всю порцию она съедает. Ну, в течение ночи. Но к утру она всё съедает. И тихонечко это переваривает. А если птичка мелкая, например, тот же дрос, вот он наелся там с утра каких-нибудь жуков, то уже через пару часов он скинет погатку, издерили сахетину, и пойдёт кисновым. Когда птички с ног едят, то есть, они едят со шкурками, мышек, там всё. А если они чувствуют, что у них погатка большая, они не отворачиваются от еды, которую им предлагают. То есть, они отворачиваются, потом посидят, продумают, вот это вот всё срыгнут, выплюнут и скажут, давайте новое. То есть, они знают, что у них там что-то есть и мешает. Вот. И обязательно, словом, именно поэтому необходимо давать пищу с содержанием меха, костей, хитина и прочего погатка для них очень важные этапы и очень важный момент в пищеварении. Если будет чистое мясо без образования погатки, у них начнутся расстройства ЖКТ, то есть, проблемы с желудком, болезни, гастриты различные, сова просто умрёт потом. Вот. Да. Да, давай, спрашивай. Только, пожалуйста, не про болезни. А если сова встретит человека, то что она первая сделает? Она сделает вид, что её нету вот в данный момент здесь вообще, сольётся с рельефом и постарается не отсвечивать никуда, потому что сова пока она сидит уверена, что её не видно и делает всё для этого, чтобы её не увидеть. Нет, если она сидит в городской среде, то если она нечаянно залетела... В городской среде она не будет сидеть. то если её заметит человек, её заметит ворона, ей будет уже не до человека. Естественно, она попытается улететь. Совы нападают редко и только в случае защиты гнёзд от человека, который подолезет. Но ты можешь поменять, аккуратно, твой палец. Она, да, может отпустить палец, вот смотри. Видишь, уже почти отпустит. Мальчик руку тянет. Давай, спрашивай. Я не замеряла, потому что она не поднимается в высоту у нас, так что мы её не отпускали летать далеко. Но может высоко залететь, так как они в горах там числе, и как и орлы на вершины гор. Тогда... Примерно... Ну, чему правильный вкус... Ну, вот смотри, вот. Видишь, она просто гранью клюва содрала кожу, потому что у неё очень острый клюв, причём не только кончик, но и вот эти вот грани. И она ими может просто вот задёрнуть случайно, или я дёрну палец, и она просто сдерёт кожу. Если она захочет укусить, во-первых, они добычу убивают лапами. То есть у неё главное оружие копки. Если она кого-то пугает, сова бьёт лапами. То есть вот... Они обычно целятся в затылок, либо в лицо, и вот так шмякают двумя лапами прям сразу. То есть они не вцепляются, а делают такой вот удар и летят дальше. Ну, например... Просто я снимала, как они это делают, когда у нас как раз Алексей лез в дуплянку, чтобы посмотреть совята, и его родительница этих совят, она пыталась сбить с дерева. То есть она делает атаку, вот такой подзатыльник, и летит дальше, разворачивается опять. Вот. Если сова в вас вцепится лапами, вот этими когтями, у них срабатывает... Там есть специальный такой суставчик и связка, которая как-то защелкивает лапу. И если пытаться выдернуть у них из лапы руку, грубо говоря, она будет сжимать ещё сильнее. То есть если сова вот так вот... Или ястреб тот же вцепится, вот силой и руку не вытащишь, скорее ты оторвёшь там лапу сове. И при этом клювом она не добавляет. Ну вот она сейчас клювом, вот она... Она лапами ещё и... Нет, я про охоту, да, и вообще. То есть клювом она тоже может зарядить, но в основном это делают лапами. Вот. И для того, чтобы там птица отпустила, то лучше наоборот в её сторону двигаться. Либо я, например, были случаи, когда меня не отпускал там ястреб какой-то, да, или конюк. То есть в воду его просто там, полить его водой, то есть под кран там это, или в ведёрко макнуть. Он сразу же начинает там это, бояться, что утонет, отпускает ему уже не до меня. Вот. Это вот самый такой быстрый, удобный способ. Ну, если воды рядом нету, то не знаю, плюнуть ей в глаз попробовать. Ну, в общем, силой там, вот это вот противодействие силой у птичной птицы зарабатывают именно рефлекс, хватать, держать, не выпускать добычу. Да. А если сова встретится с какой-нибудь птицей такого же вида, как она, или, например, другого? Так с какой? Давай конкретно с какой птицей, потому что это можно просто сотни видов и случаев. С белой совой. И что? Филин с белой совой? Да. Как? Если они где-нибудь летают и случайно пересекаются, они ничего не будут делать, различаться и полетят по своим делам. Если кто-то залетит на чужую гнездовую территорию во время, когда там будут птенцы, то он огребёт. Независимо, это филин, то есть, если филин залетит в полярной сове, то огребёт филин. Если полярная сова залетит на территорию филина, то огребёт полярная сова. Ну, совы защищают свою гнездовую территорию, где птенцы. От кого угодно. От волка, от лоси. Как они могут, так и защищают. Они летать умеют. По ушам ему дадут. Да. Вы смотрите, опять же, в интернете, как полярные совы защищают от песцов свои гнезда. Песцы там огребают по полной. А если она сядет на песца и начнет его? Она не будет на него садиться. Они его гоняют ударами. Да. То есть, если она сядет на песца, песец её укусит, и она уже не сможет летать. А сколько человек она знает, принимает? Да, она всех принимает. То есть, нет такого, что кого-то вот она вот запомнила и не любит? Не, но она запомнила вот то, что Егор в неё тыкал пальцами, поэтому она не любит, когда он приходит. Вот. А так она спокойно ко всем относится, в принципе. Тут уже важно даже не то, что кого она принимает или не принимает, а важно именно поведение человека. Птицы очень хорошо видят движение, мимику и вибрации голоса. То есть, если человек не уверенно к ней подходит, подкрадывается, естественно, она будет это понимать. Вот. Опять же, про вот эти вот подкрадывания. То есть, очень часто, когда люди хотят потрогать животного, но боятся, они вот осторожно-осторожно тянут руку, отдёргивают, опять тянут там нерешительно. А вот эти все движения для животного – это движения именно подкрадывания хищника. То есть, своими вот такими движениями вы провоцируете животное на нападение, потому и на защиту. Потому что оно считает, что что-то тут не так, и его, наверное, хотят съесть. А для того, чтобы такого не было, надо либо спокойно, без резких движений, уверенно, вот, да, там, вот. Ну, она не любит руки, как я об этом всем всегда говорю. Вот. То есть, надо быть решительным, вежливым, аккуратным и не дрожать, не трестеть. То есть, уверенные движения. А почему я всё время разговариваю с животными? При нападении хищник никогда не будет создавать звуков. Он подкрадывается. Если вы разговариваете с любым животным, там, да неважно, в лесу там так. То есть, животное уже будет знать о том, что вы не собираетесь на него охотиться, потому что тот, кто охотится, не будет предупреждать о своём появлении. Здорово. Это с любым животным должно работать. Если вы хотите разбудить какую-то там собаку, подойти погладить, вы должны сначала привлечь в её внимание, чтобы она вас увидела и от страха не подпрыгнула куда-нибудь, и от страха часто себя вкушают в ответ. Вот. И точно так же, то есть, любой, если вы хотите пообщаться с животным, вы должны спокойно с ним разговаривать. и не делать вот таких вот крадывающихся движений, там, вот осторожных. Надо спокойно, уверенно всё это делать. Да. Вот, девочка. Давай, говори. Бывали моменты, когда сова на вас нападала? Да, бывали моменты, когда вот нападала ёлка, она лечилась тогда лекарствами, но у неё с лёгкими были проблемы, а лекарства купировали чувство... То есть, она получала лекарства и из-за этого не хотела есть. Но чувство голода испытывала, то есть, она пудела, тупиковое чувство голода, но не хотела вот есть. Ну, такое отвращение к еде. И это очень сильно её злило. Поэтому она была агрессивной, то есть, ей хотелось... Она сама не понимала, что происходит, и она прыгала мне на ноги. Но это происходило, то есть, она делает прыжок, как бы хватает меня там за штанину, отпрыгивает, и вот, ну, это прошло, конечно. То есть, это было просто не замагание, а такое непосредственное лечение. Вот. Иногда, если ей что-то не нравится, особенно, когда я вылезаю к ней вот на территорию, где у неё козырёк, да, за окном, если кто-то видел, вот на фото-видео. Вот. Она тоже делает такие выпады, иногда, прогоняя, как бы, уходи, я не хочу, чтобы ты сидела. Но это не нападение, это предупреждение. Вот. В общем-то, а именно, чтобы напасть на меня с целью, вот, повредить мне, такого не было. Но вот домовый сыч, который самец у меня, он часто вот раздавал подзатыльник, взлетая вот так вот, пытаясь выгнать меня из комнаты. Так как, когда сова живёт дома, в итоге получается, что это вы у неё дома живёте, а не сова у вас. Потому что любое место, где живёт сова, автоматически становится её личной территорией. И с этой личной территорией она имеет право выгнать кого угодно. То есть она так считается. Когда такая болезненная рана какая-то была? Кто? Вот как, серьёзная рана была? Ну, у меня постоянно какие-то раны. Вот, например, сегодня это она просто пробежала с лапкой, вот эта вот царапина. И вот вся рука в таких царапинах. Я как бы привыкла и не обращаю на это внимания, потому что работая с птицами уже более, ну почти 19 лет. Это рано или позу привыкаешь, вот. А самая серьёзная рана, наверное, у меня была от ястреба, когда он мне схватил, то есть это был полудики такой ястребный присадий. Я, по-моему, запутался там в должике. Я его распутывала, и он одним когтём, то есть лапой схватил меня вот здесь, ну, на другой руке. Загнал коптик из прожилия и сомкнул лапу. Там получилась сквозная дырка, а второй лапой он схватил меня за другую руку. Вот, и мы вот так вот сидели, то есть он меня держал, и я вот сидела вместе с ним, и рядом никого не было, чтобы помочь. И поскольку он был привязан верёвочкой, я не могла с ним никуда отойти. И я вот сидела минут 15, ждала, пока уже ей надоест меня держать, это была самка, вот. И она в итоге разжала лапы и отпрыгнула от меня, вот. То есть именно ситуация, когда она меня схватила за обе руки, и мне было очень больно вот пытаться там вырваться. Ну, это было просто самое верное движение, это сделать вид, что ты умер или шевелишься. И она уже решила, что добычу там, ну, грубо говоря, убила, да, и отпустила лапку. Вот. Ну, а так вот, в общем-то, серьёзно пособа не было. И, наверное, это очень... Однажды мне ёлка по лицу пробежала, я тогда спала. Вот. А она ворвалась из другой комнаты, она была маленькая, она с радостью побежала такая по кровати, чтобы прыгнуть на подоконник, посмотреть в окно. А там моя голова, в общем, на подушке. Она мне подскользнула, и вот так вот костями по обоим векам у меня была вот такая царапина большая. Вот. Очень повезло, что глаза были закрыты, и она всего лишь по векам пробежала. Она сама, конечно, удивилась. Да. Она это не специально сделала, она просто не видела меня. Вот. Но, в общем-то, я могла лишиться глаз, да, это опасно. Так. Давайте. Вот, когда с незнакомой, например, с собакой знакомишься, нельзя подносить руку сверху, а надо снизу. С птицами то же самое? К птицам вообще руки не подносить, не спросив у хозяев, как они любят или нет. Ёлка, например, руки не любят в принципе, потому что я в детстве вот как раз упекала в неё лекарства, она это запомнила, и руки не любят. Но при особо её благоволении можно её потрогать за лапы. А вообще птицы прикосновений не любят, они им вредят. Кто-нибудь знает почему? Оперение можно нужно? Все птицы. Все птицы. Да. Они, в общем-то, добывают жирок, который... Что-то такое. Да. Позвоночник? Нет, копчиковая железа. А покрывают перья, чтобы вода не... Все правильно. У птиц есть копчиковая железа, которая находится в основании хвоста, вот в конце спины. Там такая пимпочка. У кур, наверное, видели? Это жопки, да, называются там. Там железа. Они выдавливают из неё специальное масло жирное и покрывают все перья ей. Когда вы птицу трогаете, любым способом, а перья стирается, это этот секрет, перья засаливаются и при дожде они намокают. Мокрые перья у птицы, они не позволят ей взлететь, спастись от хищников, они потеряют теплозащиту. То есть она будет мёрзнуть, вода будет проникать до кожи. И таким образом птица простудится, заболеет, переохладится, умрёт. Поэтому птицы не любят, когда их трогают, гладят вот так вот. Это не ласка, это вам приятно трогать. Ну да, она приятная, она мягенькая, нам нравится трогать мягенькая, поэтому мы стараемся погладить. Но большинство людей, кстати, тоже не любят, когда их трогают, особенно незнакомые. Кошки любят, они же тоже любят, не когда их гладят, а когда их чешут. И совы, в том числе и попугаи, врановые, которые поставляют голову, они ждут, когда их почешут. Вот так вот, под перьями кожу. Это элементы груминга. Груминг у животных, это уход за друг другом. То, что обезьяны блох выбирают, то, что одна сова чешет другую или попугая чешет. Для чего они это делают? Растут перья, перья в специальных чехликах вырастают. Эти чехлики надо счёсывать. Если со всего тела птица может себе сама это чешать, то есть вот они чешут, то на лбу себе птица клювом не почешет. Поэтому они чешут друг друга. То есть это не обязательно там пара, которые, да, вот самец-самка, которые птенцов вместе выводят. Это могут быть родственники птиц, либо просто дружественные особи. То есть совятки друг друга чешут. Они помогают друг другу ухаживать за переднями. Да, им это приятно, но они не гладят. Вот. Поэтому старайтесь не гладить животных, если они этого не просят. Вот у меня гнусь, например, сыч домовой, он всё время подставляет голову, но это не для того, чтобы его погладили, а для того, чтобы его почесали. То есть чесать приятно, а вот гладить мы засаливаем даже себе, волосы трогаем. Руки всегда грязные, даже если их помыли, они всё равно имеют жировой слой. Вот. Поэтому животных лучше трогать так, как говорит хозяин. Кстати, многие нерадивые хозяева разрешают гладить животных, там тех же сов, да, но они сами не понимают, чем и для чего. И, в общем, лучше вам знать и об этом рассказывать. Да. Вот. Ёлку весит вам для всегда. А если, например, сова преследует, поженится совсем другим видом птиц? Не поженится, съест либо сову, либо её. Но вы же говорили то, что там в Афроавериканском парке какая-то другая. Я говорила про Африиски, и там полярная сова и филин. Да. Ой, нет. Не знаю, что мы совместим. Время. Ваше отношение к солю. Отрицательное. Потому что когда... То есть они разрешают гладить птиц. Разрешают. Разрешают очень аккуратно. Они содержат разные виды птиц, тех же филинов, или, например, какие-то неясыти вместе. Неясыти знают, что их едят филины. Они от этого стрессуют, очень переживают. Они... Когда птицы умирают, они заменяют такой же. Говорят, что это такая же птица. У них очень большоество птиц. Поскольку я общаюсь с ветеринарами, которые там лечили птиц, получали этих птиц от них. В общем-то, это нехорошее место, где просто идет эксплуатация животных, содержание в неправильных условиях и с неправильными целями и прочее. Я сама там ни разу не была. То есть я говорю со слов других людей. Я у них заранее забанена во всех ВКонтакте, там еще где-то. Даже не общаюсь. То есть они меня просто зачем-то забанили. Я даже не знала, когда не пошла вот эта вот акция по закрытию этого кафе. Видимо... Ну, я не знаю, как бы, да. Я... Вообще... Ну, я согласна с ветеринарами. Репостила их... Как бы... Видение этого вообще. То есть в солиных кафе, в принципе. И я считаю, что да, это неправильно. Солиное кафе. Поддержка его, потому что там все-таки условия совершенно не подходят под птиц. То есть я сама у меня была мечтать сделать солиное кафе. Но это было бы как бы кафе отдельно, да. Вольерные... Вольеры с птицами отдельно. Где они спокойно живут. Отдельно все. И... Ну, то есть вот как елку, да. Можно там днем посадить в помещение. Чтобы она сидела просто среди людей. Потому что днем все-таки у них состояние покоя. И все равно где сидеть. То есть это птица социализована. Но вот так вот в куче всех сидеть в маленьком софтанстве. Ну, и хорошо. То есть... У них нет даже вольеров таки саживать птиц. Они же там остаются и на ночь, и все. Да. Ну, не хотельные такие как-то. Это же закрытый вольер. Ну, это домово-масычу, чтобы нормально жить. Достаточно площади комнаты вот городской. А серой неясыте нужен большой пролет и очень много движения. Чтобы вообще... Если у птицы мало движения, у нее начинается атрофия мышц. Начинаются легочные проблемы с легкими. То есть нет нужной нагрузки. Они начинают болеть и прочее. Елка не любит шевелиться, не любит летать. Поэтому мне надо ее насильно гонять. Вот я ее специально каждый на улице заставляю ее прыгать там на пеньки и прочее. Просто чтобы она активно себя вела хоть какое-то время. Вот. Возьмите. Да. А по поводу вольеров, клеточек, как бы... Ну, по поводу они ломаются. Клеточек нельзя держать сов, потому что, да, они ломают и перья, и крылья, и лапы, и восковицы себе разбивают. Вот, корица, это вот за носу вот этот вот кожаный такой, где ноздри находится. Вот. Поэтому для сов надо делать вольеры, которые им по размеру подходят. Либо вот как елка держать на присаде, либо вот свободно. Она у меня в квартире свободно ходит, а ночью я ее высаживаю на присаду за окно, где она сидит, смотрит там и развлекается машкой. Да. А есть такая возможность, что у нее будут дети? Если, когда я построю дом за городом, я построю вольеры для сов, получу разрешение на размножение филинов от государства, тогда, возможно, ну, завезу самца, и, возможно, у нее тогда будут дети, если она этого захочет и самца не соживет. К тому моменту ей сколько лет будет? Понятия не имею. Я только начала. Но для того, чтобы размножать сов, необходимо разрешение от государства и питомников. Так, ну, тут уже, на самом деле, почти весь народ разошел, совсем не заело, надо уже потихонечку заправляться, наверное, да? Сколько у нас времени еще? Хотя... Половина второго. Да, уже полтора часа. А, уже полтора часа, да? Ей сколько лет? Ей пять лет, вот с первого мая было. А просто мясо магазинное оно не нужно? Нет, нельзя. То есть, надо кормить кормами приближенными к дикой природе, где они ловили. И плюс в мясе нет костей, нет других органов. То есть, нету... Это все равно, представьте, если вы будете целый месяц есть только куриную грудку. То есть, это тяжело и это для организма очень плохо такое. Нет, а в принципе кусочек говядины она может съесть? Да съесть она может, да. Но постоянно это не нужно. Ну, например, многие люди, которые забирают совяток, типа спасают, в течение трех дней кормя их там в какой-нибудь теле куриной или говядиной, они этих совяток убивают уже на всю жизнь, потому что у них начинается ракит из-за недостатка кальция. То есть, необходимо совам в пище мех, кости, кожа, там те же мозг, почки, вот все внутренние органы, то есть совы глотают мышей целиком. В том числе и с содержимым желудка, от которого они получают необходимые витаминки, там, из травы, вот, из-за растительности. Вот, поэтому... Плюс они не только же мышей ловят, они могут там ящерицу поймать, там, лягушку, еще что-то. Необходимо разнообразие. Это совершенно элементарное понятие. Вот как люди, они же тоже едят не одно блюдо постоянно, а разнообразное. То есть, получая там белки, углеводы, там, всякие микроэлементы, ферменты и прочее. Вот, и поэтому из магазина не вариант кормить. То есть, ну, можно покупать какие-нибудь кроликов, причем отдельно покупать шкуры кроликов, только там свежие. Вот. Что же запарилось? Вот. Ну, я думаю, что закончим тогда, уже полтора часа прошло. Спасибо всем большое. Было очень интересно. Спасибо.